В прошлой программе мы подвели основные итоги и рассказали о наиболее значимых аспектах работы Республиканского гарнизона полиции в 2020 году. Но есть еще один случай, с которого мы начнем эту передачу. Автоинспекторы Адыгеи помогли доставить в больницу ребенка, которому требовалась помощь врачей. Кубанская семья поблагодарила полицейских из Адыгеи за оказанную помощь 4-летней дочке. Инспекторы Дорожно-патрульной службы ГИБДД Республики, лейтенанты полиции Владимир Александров и Мурат Нахушев патрулировали туристическую зону Майкопского района. Внезапно на оживленной трассе остановился автомобиль, водитель которого попросил экстренной помощи. Со слов отца 4-летней девочки, в дороге ребенку стало плохо, дыхание было затруднено и она потеряла сознание. К нам подъехал автомобиль, из которого выбежал мужчина и кричал о том, что его ребенку плохо, дочери. Просил доставить ближайшее медицинское учреждение. Мы приняли меры, чтобы сопроводить данный автомобиль с ребенком. В кратчайшее время семья с ребенком благополучно прибыла в город Майкоп, где девочки оказали помощь медики. Убедившись, что жизни малышки ничего не угрожает, сотрудники ДПС вернулись на маршрут. Узнав, что девочка выздоровела, решили с напарником навестить девочку и ее родителей, узнать, все ли у них в порядке. В Новый год дети больше всего ждут сюрпризов, а в это время в МВД по республике Адыгея как раз проводится акция «Полицейский Дед Мороз». Инспекторы ГИБДД передали маленькой Софье фрукты и несколько сюрпризов. Полицейские подарили девочке тематическую раскраску и диск с фильмом для малышей про сыщика Добрынина, в котором дети сотрудников органов внутренних дел и их родителей читают стихи. Хотелось бы выразить слова благодарности сотрудникам ГИБДД по республике Адыгея Мурату Денисовичу и Владимиру Александровичу, что среагировали вовремя за нашу просьбу, помогли нам сопроводить ребенка до медицинского учреждения, спасли те минуты, которые мы теряли. Мы очень вам благодарны, искренне. Далее коротко о некоторых событиях и мероприятиях в ведомстве. В Адыгее сотрудники кадровой службы МВД и представители общественного совета при ведомстве Светлана Дорошенко вручили дипломы лауреату всероссийского видеоконкурса «Край Березовый, край Есенина». Арина Бутенко, дочь сотрудника полиции Адыгеи, завоевала диплом первой степени в номинации «Авторское произведение дети» и два диплома третьей степени в других двух номинациях. В Адыгее в рамках акции «Студенческий десант», которая проводится при поддержке общественного совета при ведомстве, учащиеся вузов посетят подразделения республиканского гарнизона полиции. Для студентов будут организованы однодневные стажировки в различных службах МВД. Эти мероприятия будут проводиться с соблюдением необходимых мер безопасности. 2 января сотрудники полиции Адыгеи на траурном митинге в Майкопе почтили память воинов, погибших в локальных конфликтах. После минуты молчания делегация от МВД по республике Адыгея во главе с Фрио министра полковником полиции Мурадином Брантовым в память о погибших воинах возложила к мемориалу венки и цветы. В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» полиции Адыгеи и общественностью проведены мероприятия. Их участниками стали ребята из Майкопского специального учебно-воспитательного училища закрытого типа в Красногвардейском районе, Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и другие, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации дети. Гости провели викторины, подарили ребятам праздничное настроение и сладости. Полиция Адыгеи задержаны подозреваемые в покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков. У молодых людей изъято около ста свертков с мефедроном и запрещенной к обороту солью. Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Майкопскому району реализован комплекс мероприятий по изобличению двоих жителей Краснодарского края, причастных к незаконным операциям с запрещенными веществами. В декабре прошлого года оперативники получили сведения о том, что 18-летние молодые люди планируют забрать из тайника партию наркотиков для дальнейшего распространения разовыми дозами путем закладок. Проведенная работа позволила заранее узнать о времени и месте приобретения запрещенных веществ. Машину, в которой передвигались злоумышленники, остановили инспекторы ГИБДД в Майкопском районе. У задержанных изъяли 60 свертков с двумя видами наркотиков. Это мефедрон и запрещенная соль. Замедлительный осмотр квартиры молодых людей позволил обнаружить еще более 30 свертков с наркотической солью и гашишем, а также фасовочные материалы для изготовления разов в доз. Общий вес изъятых наркотиков составил более 50 граммов. Это крупный размер. Следствием отдела МВД России по Майкопскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228 прим. 1 УК России. По ходатайству следствия суд арестовал обоих фигурантов. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Продолжение следует...